Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во время показательных выступлений зрители знакомятся с элементами дрессировки по общему и специальным курсам, с этапами развития военного собаководства. Прошлые и настоящие школы неразрывно связаны с Григорием Пантелеймоновичем Медведевым, генерал-майором в отставке, 35 лет бессменно руководившим школой. Субтитры создавал DimaTorzok Не боятся выстрелов, огня и воды охранять вожатого. Готовили ездовых собак для доставки военных грузов. Тогда же появились новые службы. Санитарные. Собаки с красными крестами прошли горящими дорогами войны через всю Европу. Более 680 тысяч тяжелораненых вывезено ими с поля боя. Целая армия. Собаки-истребители танков. Во время войны они по команде вожатых шли навстречу грохочущим машинам и уничтожали их ценой своей жизни. Собаки минно-розыскной службы. С их помощью было обнаружено более 4 миллионов мин. Разминировано более 300 городов. Собаки минно-розыскной службы. от снарядов, мин и фугасов. И по праву в отдельной колонне, возглавляемой генералом Медведевым, прошли вожатые со своими собаками по Красной площади на параде победы. В мирное время школа продолжала готовить командиров отделений и вожатых служебных собак для сухопутных войск, авиации, войск ПВО и других видов вооруженных сил страны, продолжала эксперименты по совершенствованию существующих и выведению новых пород служебных собак. В 1957 году на открытии выставки достижений народного хозяйства СССР школа представила три новые породные группы Черный Терьер, Водолаз и Московская Сторожевая. Многолетняя работа по выведению этих породных групп проводилась ее питомником Красная Звезда под руководством генерала Медведева. Предками Московской Сторожевой были Сен-Бернар и Кавказская овчарка. От Ньюфаунленда и Кавказской овчарки появилась новая породная группа Водолаз. Но если Московская Сторожевая и Водолаз выведены в основном для караульной службы, то возможности Черного Терьера, прародителями которого были Эрдель Терьер, Ротвейлер и Ризен Шнауцер, гораздо шире. Дрессировщики находят различные способы проверки нервной системы собак. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если собака обнаподавлять врожденные инстинкты, можно быть уверенным в ее безотказности, надежности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Черные терьеры прекрасно показали себя в работе по общему курсу дрессировки, военно-спортивному многоборью, защитно-караульной и специальным службам. В 1983 году породная группа Чора для чистого разведения и была утверждена породой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта порода получила общее признание не только у нас в стране, но и за рубежом. Для того, чтобы собака хорошо выполняла свои обязанности, нужны постоянные тренировки, одиночные и в группе. В любое время года, дня и ночи, нужно создавать ей условия, приближенные к реальной обстановке. КОНЕЦ 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 Сегодня это учеба. Вожатый и его помощник в роли нарушителя отрабатывают элементы защитно-караульной службы. Дело помощника не столько убежать от собаки, сколько оценить решительность ее действий в подобной ситуации. Фу! При каждой тренировке вводятся дополнительные сложности. Мас вперед! Мас! Фу! Вперед! Вперед! Вперед, Ким! Пускайте цезаря! Эта служба называется диверсионной. Так собаки во время войны выходили на мосты, дороги, железнодорожные пути и минировали их. Уберите собак, электричка близко! Успей! Все наперед! Сегодня эта служба не утратила своего значения, а количество возможных объектов даже увеличилось. вверх. Взаимопонимание между человеком и собакой возникает во время ухода за собакой, кормления, игры. В игре закрепляются и многие навыки. А со стороны, один из сложнейших элементов дрессировки, работа с группой собак, может показаться простой игрой. Говорит начальник школы полковник Альберт Николаевич Пермяков. Представьте себе, если, например, мы поставим человека на тот или иной участок работы. Он может завалить этот участок работы. Почему? Потому что мы поставили его без подбора качеств, его индивидуальных особенностей, способностей, его наклонностей. Его характер, темперамента. Так и служебная собака. Существует различное мнение служебной собаки. Одна группа, настроенная скептически, рассуждает примерно так, зачем сейчас нужна собака. Она требует большого ухода, больших средств на содержание. И в космический век она изжила свои возможности. Вторая группа, наоборот, преувеличивает значение собак. Даже очеловечивает их. Считая, что собака может всё, работать она должна и может работать в любое время и сколько угодно по времени. Это тоже неверно. Служебная собака – это не машина. И если собака нечётко выполняет тот или иной приём, то вина здесь только в человеке. Главное в работе, в качестве работы служебной собаки – это человек. Большой опыт накопленной школы по отбору и подготовке квалифицированных специалистов позволил в короткие сроки подготовить группу вожатых и собак для оказания интернациональной помощи народу Демократической Республики Афганистан. Они разминировали школы, жилые дома, больницы и дороги, по которым двигались из Советского Союза колонны с мирными грузами. Для оценки качества боевой работы минно-розыскных собак достаточно сказать, что каждый третий вожатый удостоен государственной награды. Говорит кавалер Ордена Красной Звезды старший лейтенант Владимир Александрович Фёдоров. Мы со своей группой находили в основном итальянские мины. Итальянские мины в пластмассовом корпусе. Миноискатель эту мину практически не обнаруживает. А другая сторона – то, что в Афганистане грунт начинён железом, и миноискатель даёт искажения и срабатывает на каждом камне. Обнаруживает собака. Независимо от того, в какой оболочке находится мина, собака обнаруживает по запаху взрывчатого вещества. Ищи рады, ищи, ищи. Не сдёргивайте собаку. Вы же видите, она у вас садится. Ничего-то нет. Что думаете делать, товарищ сержант? Подвал проверю. Проверяйте. Вот и в подвале-то условия работы для собаки тоже сложные. Здесь и запалённость, темнота, влажность. Бегают эти мыши, крысы. Это создаёт определённые трудности для работы собаки. И посмотрите, как она хорошо ищет. Поводок отстегните. Мина находится в подвале, а собака, обнаруживая, находясь на первом этаже, за проверку она получит, безусловно, отлично. Это активный поиск у неё. Собака на сегодняшний момент – самое эффективное средство. Хотя условия работы в Афганистане очень сложные. Во-первых, большая запалённость. И самое главное, вот она и посадка себя показывает. Это жара, при которой даже человек может потерять сознание. А для собаки это ещё сложнее. И у нас было несколько случаев, что собаки обжигали себе лапы, вглубь накаляется до того, что она обжигает лапы. Ложились и всё равно продолжали искать. Кулят и всё равно ищут. Работать с собакой нужно не только с умом, но и с душой. Только так, совершенствуя методы и приёмы дрессировки, продолжая славные традиции, можно находить новые возможности применения собак в мирное и военное время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...